А вы знаете, ну что делают женщины женщины? Воспитание, образование, ну что, богатство, любовь мужчин? Да нет, конечно же. Как вы думаете, что делают женщины женщины? Вы-ка напишите ко мне. Что делают женщины женщины? Напишите. Ну я подожду. Мудрость? Мудрость? Ну, может быть и мудрость. А еще? Завидует ее энергия. Энергия. Так, а еще самое главное. Правильно, умничка, любовь к себе. А уже любовь к себе и мудрость, и дрёную подку, и горка, и всё-всё-всё. Твои сахарные бедра, и грудку торчащую, сексуальную, да? Потому что только любовь к себе – это самый сексуальный, самый сладостный аромат. Вот это ты. Вот такой ты себя всем показываешь. А на самом деле ты думаешь, что ты выглядишь вот так. А если ты себя не любишь, то почему другие-то должны тебя любить? Держи. Было время, когда я сама была полной. Сегодня увидите мои фотографии. И уже будучи диетологом, я какое-то время очень сильно набрала. После Турции, кстати. Не езжайте в Турцию, на всё включено. Человек слаб. Хотя я ездила, когда я, в прошлом году, я ездила с дочкой. Но я вообще, я так боялась ехать, но дочка мне подарила. Я приехала в нормальном состоянии, а не как тогда. Вот. И было время, когда я была такой полной, что мне неудобно было бы стричь ногти, там обувь, шнуровать. Сейчас это страшно даже, сложно представить. Хотя я далеко не Барби, в моём возрасте нельзя худеть очень сильно, потому что у нас должна быть жировая прослойка, в которой женские эстрогены находятся, для того, чтобы не было старческой деменции. То есть мы, я всегда говорю, что ни в коем случае нельзя обнулять себя, особенно женщинам после 35-ти. Нам нужно обязательно всё с умом делать, с умом. Красоту надо наводить, не быть этими, как я говорю, худая-ка была ещё негодяй. Не надо. Мы всё делаем очень правильно, очень аккуратно. У нас вес здоровья, у нас вес красоты. И не надо какой-то шаблон себя подгонять, да. Я весь, например, красоты и здоровья, чего я вам желаю.